друзья всем привет не так давно я открыл для себя новый вид материал это вот такой вот самоклеющийся гибкий ламинат расцветка бывает абсолютно разная производители тоже сегодня я не буду на этом зацикливать внимание просто расскажу как я его использовал расскажу о его плюсах и минусах это не реклама сразу говорю никаких ссылок и названий оставлять не буду но кому интересно как же его можно использовать оставайтесь на канале будет интересно поехали итак друзья чтобы не портить целый лист ламината кстати размер у него идет 60 сантиметров на 15 сантиметров довольно небольшой размер но удобно то что он компактный это один из плюсов легкий тонкий и довольно прочное покрытие имеет вот такую фактуру под дерево 1 2 миллиметра толщина этого ламината это как плюс так и минус плюс в том что его особо не видно если вам нужно покрыть тот же кафель чтобы слой не увеличился например но опять же в других случаях возможно это и минус также из плюсов это удобство его обработки то есть без проблем можно его резать обычными ножницами что касается клеющегося слоя клеющий слой очень крепкий но такой вот фальгенированной основе ведь она блестит что придает этому ламинату хороший теплоизоляционные свойства проще говоря если вы его наклеите на ваш какой-то старый кафель то пол уже не будет холодным вы будете ходить и вашим ногам будет комфортно нежели бы выходили по голому кафелю еще одно из преимуществ этого ламината то что он является влагослойким относительно прочный ламинированный вот этот вот слой который скорее всего изготовлен из какого-то пластика сейчас попробую его приклеить на грязную не подготовленную панель из дсп даже если вы будете пытаться его задрать чем-то видите да просто беру крючки от ножниц надавливаю и он не задирается если это будет большая плитка склеена стык в стык то естественно ни о каком вот такому-то отклеющимся конце речи идти и не будет также из плюсов чтобы его отклеить и допустим заменить испорченную поверхность возьмем сейчас проткнем ножницами ведь вот остались такие вмятинки небольшие его можно без проблем заменить это сделать очень легко даже если у вас со всех сторон он вот так вот отклеен вам нужно там одну допустим это плитку замен просто феном прогреваете аккуратненько поддеваете эту часть ножичком отклеиваете и на это же место приклеиваете целый лист ламината который вы хотите заменить вот принципе все это еще один большой плюс данного ламината также в этом видео я покажу для чего я купил вот этот ламинат сразу хочу сказать что такой ламинат ни в коем случае не заменит настоящий обычный ламинат который стелется на пол если он хорошего класса влагостойкий ударопрочный то он просто в разы лучше вот этого вот варианта но опять же как моем случае например я вот ламинат купил чтобы наклеить его на лестницу которая расположена у меня в доме межэтажная лестница вот изначально это была черновая лестница в итоге у меня не хватило денег чтобы купить хорошую дорогую лестницу сделать я просто покрыл ее краской молотковой и все и два-три года мы жили с такой лестнице честно говоря мне это всегда кололо глаз я искал альтернативу что же сделать в итоге вот и вот такой ламинат когда я его увидел я взял на вооружение заказал купил отклеил и сейчас я вам покажу как все это выглядит и попутно еще расскажу о его минусах вот так вот выглядела моя лестница до поклейки ламината согласитесь так себе вид теперь начинаю оклеивать ступеньки на лестнице первым делом подгоняю по форме и размерам сам ламинат благо это сделать очень легко далее нужно протереть и обезжирить поверхность на которую он будет наклеиваться теперь остается отделить бумажную подложку от клеевой основы вот тут то и начались неудобства так как бумага очень тонкая и постоянно норовит порваться это очень большой минус так как такая процедура занимает очень много времени и нервов клеится без пузырей и очень просто даже если немного криво наклеили то можно оторвать и заново приклеить но это нежелательно хотя и допустимо что касается самой укладки то на мой взгляд лучше смотрится когда панели уложены в хаотичном порядке площадку между ступеньками решил укладывать не поперек досок а именно вдоль чтобы на ламинате не было видно перепадов и швов основания в итоге вот что у меня получилось на мой взгляд смотрится гораздо красивее если ходить босиком то ощущение гораздо приятнее нежели раньше еще одним из минусов этого материала на мой взгляд эта цена довольно дорого за 2 и 7 квадрата 1600 рублей я отдавал возможно где-то она будет и дешевле где-то дороже но покупал его на озоне в комплекте 2 и 7 квадрата идет 30 вот таких вот пластин либо досок ламината так сказать кому-то возможно он и напомнит линолеум но по фактуре он намного жестче в этого часть жестче но когда ты наступаешь на него кажется что материал мягенький комфортно по нему ходить очень теплый клеить его можно практически абсолютно везде поэтому клеить или не клеить ламинат каждый будет решать сам для себя нравится ему либо не нравится поэтому никого не ни к чему не агитирую просто поделился с вами тем что сам недавно нашел и как его применил возможно и вам этот материал придется по вкусу и выручит вас так же как и меня в определенном моменте поэтому на сегодня я заканчиваю свой видеоролик хочу пожелать всем успехов удачи берегите себя всем пока пока